Жизнь после смерти Каждой последней каплей сил, которые еще оставались во мне, я закричал «Иисус, спаси меня!» Я кричал этой самой глубины моего втребезги разбитого сердца Никогда в жизни я не хотел ничего сильнее В этот момент я увидел точку света, как крошечную звезду на небе Я Ховард Сторм, профессор искусства в университете Я хороший человек, всегда исправно плачу налоги Не совершил ни одного преступления Мне было 39 лет, когда я оказался в аду Летним утром мы с женой вернулись в номер парижского отеля Я почувствовал резкую, пронизывающую боль С разрывом двенадцатиперстной кишки меня госпитализировали Я решительно не соглашался с мыслью, что умираю Мне вкололи морфин Но соляная кислота, вытекающая из моего желудка Распространилась на всю брюшную полость И в буквальном смысле ела меня изнутри Я словно горел в огне Но продолжал верить, что все будет хорошо и скоро все закончится Я не верил в душу, а ведь мое несогласие со смертью И было прямым доказательством бессмертия души Не дождавшись хирурга, мое тело не выдержало И я умер Все, чем я был, мое сознание, мое тело стояло рядом с кроватью Как странно вдруг чувствовать все чувства так резко и ярко Как будто я только что родился Нет, в постели лежал не я Все равно, что кусок мяса на полке в магазине Я звал свою плачущую жену, но она не обращала на меня никакого внимания Мой настоящий человек сейчас жил и чувствовал больше, чем когда-либо Это не сон, это слишком реально Я попробовал сжать мои кулаки и был поражен Как много я чувствовал в своих руках, всего лишь сжимая кулак Мое чувство вкуса, осязания и температуры взрывались Вокруг меня было бесчисленное множество людей Они кричали, глумились и издевались надо мной Объектом их вожделений был я Они играли со мной, как кошка с мышкой Со страстной яростью они отрывали куски моей плоти К моему ужасу я понял, что меня разорвут и съедят заживо Медленно растягивая удовольствие Мои мучения заводили их все больше и больше В темноте, когда они кишели вокруг меня, я чувствовал физическое прикосновение с ними Их тела были абсолютно такими же, как у людей Только острые ногти и зубы были длиннее, чем обычно Я дрался, как дикий зверь Они пили, кусали и разрывали меня на куски В конце концов, я так измучился Стал слишком сильно разодран и психологически сломанным, чтобы сопротивляться Мне было так плохо Я лежал там, в темноте, в этом жалком состоянии То, что со мной произошло, было слишком мерзким и душераздирающим, чтобы это помнить Не веря в смерть при жизни, сейчас, после нескольких часов ада, я был готов умереть Они терзали его, они рвали его тело на части Они отрывали куски от него, превращая его просто в разорванную плоть в эту Мучили, и каждое прикосновение приносило ему невообразимый ужас и невообразимый страх Молиться Богу он не мог, так как в него не верил И когда черти прикоснулись к нему, когда они начали наносить ему эти удары Первая мысль, которая осенила его Как же они все были неправы Как же они были неправы Все эти философы Все эти агностики Все эти атеисты Все эти софисты Все, кто говорят, что нет загробной жизни Что нет бессмертия души Что Бога не существует О, как же они заблуждались Но тут он четко услышал мысль Мысль пронзила его Молись Богу Какому Богу? Ведь он не верил в него И снова вторая мысль пришла ему В юности ты был в воскресной школе Ты был в христианском лагере Ты был частью церкви И тебя даже крестили И он начал вспоминать в этой агонии, в этих ужасах Когда его уже рвали, его тянули Его волокли просто уже в преисподнюю Он начал вспоминать детство свое И какие-то молитвы Как пастор молился с ним Как священник наставлял его И учил его о силе имени Иисуса Христа Вдруг мне на память пришли слова песни из детства И каждой последней каплей сил Которые еще оставались во мне Я закричал Иисус, спаси меня! Я кричал это из самой глубины Моего втребезги разбитого сердца Никогда в жизни я не хотел ничего сильнее В этот момент я увидел точку света Как крошечную звезду на небе Я не мог отвести глаз Свет был более красивым, чем все, что я когда-либо видел Блистательная сила света проникла в мое тело И агонию мучения сменил экстаз Осязаемые руки обхватили и подняли меня Этот любящий свет обнял меня Он знал меня абсолютно досконально Лучше, чем я знал себя сам Он был знание и мудрость Разорванные части моего тела чудесным образом исцелялись на моих глазах Отчаяние и боль сменились любовью Я был потерян, и сейчас я найден Я был мертв, и теперь я жив Я был отвержен, но сейчас безоговорочно принят и любим Это был Царь Царей, Господь Господствующих, Спаситель Христос Иисус Иисус действительно любит меня, подумал я Я чувствовал любовь с такой силой, что с ней не могло сравниться ничего из того, что я когда-либо чувствовал Его любовь была сильнее, чем вся человеческая любовь вместе Он был неописуемо прекрасен Доброта, сила, знания и любовь Он более любящий, чем можно было представить или описать Эта личность ослепляющей славы любила меня с интенсивной, всеохватывающей силой После всего того, что я пережил в аду Ощущать то, что кто-то обо мне знал, принимал и сильно любил Было настолько потрясающим, что превосходило все, что я когда-либо знал или мог себе представить Прекрасный Богочеловек Света ответил на мой вопль и пришел, чтобы спасти меня Я плакал, слезы радости бежали по моим щекам Сколько раз в моей жизни я отрицал и высмеивал то, что оказалось реальностью Иисус держал меня, как отец своего потерянного блудного сына Я плакал из-за стыда моего неверия Я плакал из-за радости и спасения Я плакал, как ребенок, и не мог остановиться Мы стали подниматься вверх с огромной скоростью из этого темного и мерзкого ада Затем Иисус позвал несколько излучающих свет объектов Они знали все, о чем я думал Они могли читать мои мысли и говорить прямо в мой разум Семь ангелов и я, поддерживаемый Иисусом, стояли в кругу Они показали мне всю мою жизнь со стороны Воздействие моих поступков на жизни людей До этого я и не догадывался об этом Он очень сильно ощутил, как он ненавидел своих студентов Как он ненавидел свою жену Как он ненавидел всех Какой он был несчастный без Бога Как он не состоялся как художник И проводил эту зябкую, ничтожную жизнь на кафедре Будучи профессором, уча людей искусству Но сам он не состоялся в жизни И это зло он приносил в этот мир И все это происходило в его жизни Только потому, что он не верил в Бога Мой отец военный отдавал приказы И семья безоговорочно повиновалась Он полностью доминировал над всеми нами угрозой своего гнева Я видел со стороны, как я был обучен подавлять эмоции И быть послушным, чтобы заслужить одобрение Преподаватели, которые давали мне чувствовать себя любимым Заставляли действовать меня в своих интересах А те, которые не любили меня Только разочаровывали меня в невозможности им угодить В моей подростковой жизни я становился все более мятежным И было больно видеть, какие страдания я причинял отцу, отвергая его Для меня было неожиданностью видеть, какой вклад я внес в эту вражду Я совсем не был невинной жертвой, как я себе это представлял Из песен я понял, что любовь — это лишь романтическое чувство и интимные отношения Я охотно следовал этому призыву, тем более, что девушек, думающих так же, хватало Музыка, телевидение, кино, журналы и книги бомбардировали нас посланием такой любви Нам было весело, но мы были не удовлетворены, потому как искали любовь не там Я достиг значительных успехов в толкании ядра и метании диска во многом благодаря тренеру, который помогал мне и поддерживал Однако ангелов и Иисуса абсолютно не интересовали мои победы в соревнованиях по толканию ядра Они были заинтересованы в отношениях и в том, как мы ободряли, помогали или наоборот причиняли боль друг другу Они пропустили сцены, которые я бы хотел, чтобы они видели Это была запись моей жизни, но именно их запись моей жизни, а не мои личные воспоминания о прошлом Я уже был готов к блаженству и раю, но мне сказали Ты не готов идти на небо, ты не прожил жизнь, которая соответствует жизни в раю Тебе нужно научиться многим вещам в мире, и тебе все еще нужно позаботиться о людях, которых Бог хочет, чтобы ты любил После этих слов я вернулся к жизни И потом, когда была проведена успешная операция, и он выжил, конечно же Потому что ему был дан второй шанс жить Жить, чтобы проповедовать Слово Божие, проповедовать Евангелие Иисуса Христа Он написал много трудов И он писал От того, что я не верил в ад, он не перестал существовать Ад существовал И давайте подарим славу Господу За то, что этот профессор вернулся к жизни И он рассказал нам очень много Много раз в больнице я чувствовал себя так, как будто я скоро умру Врачи всегда говорили мне, что я в порядке Но моей жене наедине они говорили, что не знают, доживу ли я до завтра Однажды я позвонил своему 15-летнему сыну и попросил его не приходить ко мне Я думал, что умру в тот день И не хотел, чтобы он видел, как я умираю Когда моя жена, мать и дочь посещали меня Я постоянно путал их и сильно волновался Я постепенно начал терять зрение, уже не мог читать Я мог понять только несколько слов из каждого предложения Поэтому, когда кто-то разговаривал со мной Я быстро терял нить разговора Позже мне говорили, что я повторял одни и те же предложения 10, 20, 50 раз Я сам прекрасно понимал, что был полностью оторван от мира Единственное, о чём я мог думать каждую секунду Так это о смерти и о возвращении к жизни Я мог говорить только об этом Я узнал позже, что массивные дозы антибиотиков, которые я получал Могли полностью уничтожить почки Но ничего другого мне не оставалось Хирурги заключили, что моё состояние было слишком слабым для операции по очистке обширной инфекции Из моего живота, который тем временем разбух ещё сильнее Издалека я был похож на женщину на седьмом месяце беременности Но я чувствовал такую сильную любовь к каждому человеку Что мне хотелось обнять всех и каждого И сказать им, что Бог их любит Когда приходили врачи и медсёстры, я говорил им, насколько Бог любит их И что они являются Божьими инструментами исцеления Позже я узнал от некоторых медсестёр, что я был любимой шуткой всей больницы Из-за моих сказочных нелепиц Они говорили Вот лежит критически больной человек Истекающий желчью Провозглашающий любовь любому вошедшему в палату И постоянно бубнящий об ангелах небе и Боге Несколько раз в течение этого периода Когда я думал, что умираю В палату входил ангел Палата наполнялась сияющим белым светом И прекраснейшая фигура ангела появлялась рядом с моей кроватью Я был поражён внешностью ангела Ангел заверял меня, что я буду жить И что Бог присматривает за мной Я сразу же чувствовал себя лучше физически и эмоционально К тому же я совершенно не умел молиться В течение пяти недель я пробыл в палате интенсивной терапии Я терял способность видеть, слышать, ходить и общаться Я постоянно испытывал боль в теле А когда я на неё жаловался, мне давали лекарства Которые не позволяли нормально думать Размышления и мыслительный процесс были единственным, что у меня осталось Принимать лекарства, которые не позволяли мне размышлять Было ещё хуже, чем страдания от самой боли Поэтому, когда боль была настолько сильной Что я не мог её снести, я молился Чем больше я практиковался молиться за освобождение от боли Тем быстрее она проходила Молитвы, с которыми я обращался к Богу Обычно начинались с обращения Бог, Ты являешься всем И всё происходит и существует Тобою Ты благость, правда, свет и любовь Ты знаешь всё, и Ты любишь меня Я являюсь только тем, каким Ты меня создал и полюбил Ты спас меня от смерти и места мучения Ты пришёл ко мне и исцелил меня Я знаю, каким Ты пришёл в этот мир и жил в нём И Ты знаешь всё о страданиях, поскольку Ты сам пострадал Сжалься надо мной, потому что я слаб Я хочу быть таким, каким Ты меня создал Но я не знаю, как это сделать Только Ты можешь показать мне Я застреваю в своей боли, обрушивающейся на меня Она говорит мне, что я принадлежу ей, что я ничто Она пытается убедить меня в том, что Ты не любишь меня и не заботишься обо мне Боль убивает мою надежду и топит мою радость Это похищает мою жизнь у Тебя Это страдание не имеет никакой цели, кроме как искать Твою любовь Прошу Тебя во имя Иисуса Возьми эту боль от меня и дай мне мир Я расскажу о Твоей благости, даже если они будут смеяться надо мной Это не имеет значения, потому что Ты — Бог Я благодарю Тебя и люблю Тебя, потому что Ты слышишь мои молитвы И Ты знаешь тайны моего сердца даже больше, чем я сам его знаю Ты можешь сделать что угодно И Ты хочешь, чтобы я жил и был наполнен радостью Спасибо за любовь ко мне Спасибо Тебе за то, кем Ты являешься Спасибо Тебе за Иисуса Спасибо за Иисуса, мой друг После одной из таких молитв боль исчезала Это всегда работало, иногда быстрее, иногда медленнее Часто молитва была прервана сильной болью И мне было трудно сосредоточиться на Боге Но было важно не сдаваться Я знал, Бог мог помочь мне победить боль Если я мог сосредоточить мое внимание на Нем Я отказался от всех болеутоляющих лекарств И когда боль обрушивалась, я начинал горячо молиться до тех пор, пока она не исчезала Некоторые дни я только и делал, что молился Когда боль возвращалась, я просил Бога ее убрать, она снова исчезала Я понял, что я полностью завишу от Бога во все время моей жизни Каждый вдох, каждая мысль, каждое ощущение было подарком от Бога Я хотел говорить каждому, кто только был готов слушать Бог настолько хороший Бог любит нас очень сильно Просто попросите Иисуса, и Он придет к вам После поступления в больницу я не мог есть Я был на строгой диете, которая состояла из отвара, чая и желе Всякий раз, когда я пытался что-то съесть, у меня подходил приступ тошноты, даже от глотка воды Мне вводили жидкость внутривенно, при этом я сильно терял вес Перед случившимся в Париже я весил 107 кг Сейчас мой вес составлял всего 76 кг Однажды ночью Лиза вошла в мою палату Лиза — это медсестра, которая ухаживала за мной Она недавно выучилась, ей было 20 с небольшим Она приходила в мою комнату посреди ночи Я не спал и рассказывал ей, какой хороший Бог Лиза спросила Нравятся ли вам молочные коктейли? Я сказал ей, что раньше пил их все время, но сейчас меня выворачивало только от одной мысли о них Она сказала В отделении онкологии есть хорошее мороженое Я сделаю для вас настоящий молочный коктейль с настоящим мороженым и с дополнением белка И вам придется это выпить Но я не могу ни есть, ни пить, потому что меня рвет Вы будете пить, потому что я сделаю это с любовью Я сказал ей, что она потратит время впустую Она ушла и минут через 10 вернулась с огромным шоколадным молочным коктейлем Лиза сказала Я сделала это для вас с любовью, пейте Как я мог отказать? Я начал втягивать через трубочку Он был на вкус очень хорошим Лиза стояла надо мною, пока я медленно пил коктейль Она улыбалась и подбадривала меня На удивление у меня не было никаких проблем На следующее утро я съел свой жидкий завтрак и попросил бутерброд С этого дня я начал есть и в скором времени перешел на твердую пищу И так как я начал есть, то ко мне возвращалась сила Лиза использовала слово, которое я не мог отвергнуть Любовь Она была полна желания накормить меня, потому что верила в Божью любовь У меня нет сомнений в том, что она содействовала моему исцелению не меньше, чем лекарства Которые мне давали врачи Лиза понимала, как со мной общаться И верила в силу любви, потому что знала Бога В палате напротив меня находился пациент по имени Дональд Ему было 70 лет, и у него была болезнь Альцгеймера Он попал в больницу по причине пневмонии Он находился в сдержанных и ограниченных условиях, поскольку он был буйным и непредсказуемым Он кусал тех, кто приближался к нему слишком близко Дональд также сильно кричал Особенно в ночное время он начинал завывать, как животное Я никогда не слышал от него ни одного внятного слова, только крики и вой Я начал ненавидеть его за весь этот шум посреди ночи Я также возненавидел его за то, что он кусал тех медсестер, которые были так добры ко мне Я стал молиться Богу, чтобы он заставил его прекратить завывать Однажды вечером, когда Дональд снова начал завывать Я стал молиться и просить Бога, чтобы он его утихомирил Но он продолжал кричать Я спросил Бога, что могло произойти с этим человеком, что он был доведен до такого животного состояния Бог сказал мне, чтобы я послушал Дональда Я сосредоточился на его завывании и понял, что он говорит Он кричал Я жив! Не видите ли вы, что я все еще остаюсь собой? Я внутри, в ловушке! Я похоронен глубоко внутри в моем теле, но я остаюсь собою! Может, хоть кто-нибудь мне помочь? И я крикнул в ответ Дональд, я слышу тебя! Я знаю, что ты там! Ты находишься в больнице! Врачи стараются помочь тебе! Позволь им это сделать, и они помогут тебе! Я знаю, что ты жив! Я слышу тебя! Он утихал, и каждый раз, когда он начинал кричать, я говорил к нему, и он успокаивался Он просто хотел, чтобы кто-то знал, что он жив Он не мог сказать ни слова, но отчаянно пытался общаться с кем-то Он испытывал страх и одиночество Он был в ловушке, запертым внутри механизма, который вышел из-под контроля и ни на что не реагирует Дональд был заключенным в тюрьме своего тела и разума, которые не работали Все, кем он когда-то был, еще жило внутри него Но биохимические процессы мешали ему выразить это на словах Все, что он выражал сейчас, было разочарование, гнев и отказ Итак, через коридор я разговаривал с Дональдом и заверял его, что я знал, что он существует Когда Иисус забрал меня из ада, я спросил, как мне молиться? Он сказал, зови Бога, говори Ему о том, что ты сделал, как хорошие, так и плохие вещи Будь честным с Богом, не скрывай ничего Проси у Бога прощения за то, что ты сделал неправильно, и знай, что Бог прощает тебя Библия говорит, что дьявол, как и его нечистые духи, ходит, как рыкающий лев Это реальность Но единственное место, куда он не может добраться, это церковь, которую основал Иисус Христос, как прибежище для человека Покайтесь, ведь всю мою взрослую жизнь я был силен и уверен в том, что я смогу позаботиться о себе В аду я был червем, выкинутым во тьму внешнюю Не было ни силы, ни власти, ни моей внутренней ярости, которая могла бы защитить меня Я был полностью беззащитен Сейчас я служу церкви Иисуса Христа Потому что единственным, кто смог позаботиться обо мне в тот страшный момент, был Иисус Вы должны знать, что Бог рядом, и Он слышит вас Повторите со мной эту простую молитву Иисус, прости меня и дай мне узнать Тебя Войди в мою жизнь и наполни меня Твоей любовью Присоединяйтесь к живой церкви Иисуса Христа Изучайте Его Слово и будьте благословенны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok